Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, что вы считаете своей родиной, где родились или где живете? Все это все равно Приморский край. Я родилась в Новотройске под Арсеньево. Там моя родина, там все. Там я училась, там я техникум закончила. Потом после его окончания приехала сюда, на Артемовскую ТЭЦ. И здесь уже живу очень давно. У меня уже сына 52 года старше. То есть я уже здесь живу, и это моя родина, и та родина. Мне туда тянет все время. И здесь родина моя. Ну здесь я вообще состоялась уже, как сказать, и мамой, и бабушкой. Надеюсь, скоро буду прабабушкой, может быть. И все. Все состоялось. Как бы не было того, чтобы кто-то это меня там натолкал, двигал. Сама все. Вот вы сейчас являетесь лидером женсовета в поселке... Да, в нашем поселке Артемовский, да. Ну да, лидер. Я председатель женсовета, да. Ну вы хотите сказать, много ли у меня людей? Нас немного в женсовете. Но мы стараемся, честно сказать, везде. Вот у нас поселки, мы везде. Ну, всюду, что нужно делать для поселка, любые мероприятия, любое все, мы стараемся. Тем более у нас как-то уже больше остался женсовет вот из общественных организаций. Я так поняла, что вы вообще на общественной работе уже очень-очень много лет были депутатом. Я с первого класса, как стала этой... Активисткой. Активисткой. Так и пошло, и пошло, и всегда, и всегда, и всегда. И в комсомолии так же, и в партии уступала так же, и везде я была как-то. Вот я без этого не могу. Вы были еще и депутатом. Депутатом и краевым. Тогда назывался депутат, это же Советский Союз, депутат, а сейчас Приморское краевое совето депутатов. И два СОЗОВа было в городском, сейчас это дома. Вот. Была, да, была. Скажите, ну что заставляет вас заниматься общественной жизнью? Все-таки семья, дети, внуки, это столько отнимает времени. Почему вы этим занимаетесь? Не знаю. Люблю их, во-вторых, не то, что люблю. Нет. Наверное, больше того, что мне хочется... Ну, явно я знаю, что я нужна, я востребована. Что я не просто сижу там на лавочке, хоть я уже на пенсии. Не сижу совсем. На лавочках не сижу, не, как говорится, не перемываю ничего, включаю все косточки. А наоборот, кругом. Вот как-то. Мы же с Советом что только не делаем. Тем более я все время пою, пела. Ну, честно говоря, вот этот год у меня очень муж болел, и наш руководитель, он тоже заболел. Не поется. Ну, все время. Всегда пела со школы, всегда, и всегда, и всегда, и у нас тут везде. Ну, умела петь, умею петь. Как-то так. Вот. И поэтому мне некогда сидеть там, думать что-то там, и это... Ну, успеваю. Книги читаю, кроссворды разгадываю, телевизор смотрю. Не знаю. И огород же еще есть. А как же? У меня есть, он там посмотреть. Можно дача есть, огород есть, все есть. Так что... Приближается 85-летие нашего любимого города Артема. Скажите, есть ли у вас в Артеме любимые места? Вот такие какие-то, с которыми связаны ваши воспоминания, ваша жизнь? Если учесть, что поселок Артемовский, это является, входит в состав Артемовского городского округа, то у меня именно здесь и есть любимые места. В городе Артеме, я там бываю же, когда как бы по делам, там по всяким. Ну, сейчас смотришь там парки эти, я люблю, если прихожу куда-то, в поликлинику иду, обязательно поугляю по парку по детскому. Вот, там или еще где-то это, да. Ну, любимые места у меня здесь. Здесь. Это речка. Я же еще очень люблю рыбалку зимнюю, летнюю, всякое разное. Это ж вообще, как ушла на пенсию, это все. Я очень люблю рыбалку. Что ловите-то на рыбалке? Где рыбные места? Ну, везде он, в устьях, на нашей речке вот здесь вот. Ну, смотришь то, летом карасиков каких-нибудь там, осенью-весной, красноперку, пеленгасов, зимой навагу. Ну, как-то так вот. Скажите, пожалуйста, вот тоже, опять же, приближаясь к дню рождения города, что бы вы могли бы пожелать нашим жителям городского округа в связи с юбилеем? Какие-то, ну, не знаю, может быть, изменения для города вообще? Что бы вы могли пожелать? Ну, у нас в городе и так, я думаю, что у нас и так очень большие изменения происходят. Вот, конечно, чисто в городе, там гораздо больше, но у нас тоже. У нас, вот посмотришь, сколько я здесь жила, вот уже более 50 лет я живу здесь, такого еще не было, столько сделано дворов, детских площадок, дорог, тротуаров, лестниц. Мы же у нас как бы не ровно, вот я живу там на Братской, нужно идти потом подниматься по ступенькам, ну, как-то у нас так, не на ровной площади поселок. Уже много сделано, но еще много такого уже не сделано. А скоро у нас будут делать наш фонтан, это наша достопит замечательность. Ну, если бы у нас еще что-то такое, конечно, вот, понимаете, я, я же все перехожу на свой поселок. Ну, вот все про фонтан. Это же город, это же тоже город наш. Конечно, город. Вот про фонтан расскажите. Вы помните, как он был построен? Нет, конечно, я же с под Арсеньева приехала. Нет, конечно, как он, я приехала, уже он был построен, он уже был, вот, ну, это уже все было. Вот, просто сейчас его в последнее время включают, там что-то, у них где-то какая-то, или чаша там лопнула, что-то. Это включают только на праздники, на 9 мая, на день поселка, ну, чтобы он фонтанировал. Надеемся, вот сделай, то будет потом хорошо. Поэтому, ну, мы там возле фонтана всегда убираем. Мы, в частности, женсовет, на всех субботниках мы там то убираем, лавочки вот крашеные, это все мы красили. Вот, не только мы, женсовет, но мы тоже все. Я могу пойти и сказать, какую я красила лавочку, не одну. И поэтому, я надеюсь, что будет очень хорошо. Ну, вот сейчас, наверное, еще приближается, кроме дня города, которое будет в августе, 9 мая. Вот традиционно, чем занят женсовет? Женсовет, это однозначно. У нас всегда же, как говорится, кашу-чай раздаем. Кто раздает? Женсовет. У меня даже тут есть фотография такая, где мы раздаем. Женсовет раздаёт. Если нет, то всё равно мы живем, митинги во всём участвуем. Вот, там где-то в концерте, но сейчас, правда, у нас получилось этот год так, что заболели все. Ну, всё-таки давайте, правда, что-то пожелаем жителям Артёма. Ну, жителям Артёма, да, пожелать что? Пожелать, чтобы действительно было побольше неравнодушных людей. Вот, просто побольше неравнодушных людей. Что, если ты видишь что-то не то, так лучше куда-то скажи, позвони или там, вот. Иногда ещё подростки, дети делают не то. То, что вот смотришь, вот только было сделано всё, а уже оно разломано, порезано там или ещё. Это тоже надо как-то, вот. Ну, чтобы было действительно, люди бы почаще участвовали во всём, почаще бы обращали внимание, обращались в администрацию. И, наверное же, администрация тоже же, она не может побывать одновременно во всех уголках города. И, наверное, как-то что-то сдвинулось. Вот так. Давайте посмотрим ваши фотографии. Ну, давайте. Это вот ваши, ну, начнём с наград, да? Это что у нас? Это у меня награда, разрешите, я одену очки, я как-то не очень хорошо вижу. Это, когда я была управляющей всего посёлка нашего, включая птичник, всё-всё-всё, заведующей по переписи. Ну, то есть у меня было подчинение несколько участок, там 20 чем-то переписчиков. Это вот медаль за, достать не надо, это медаль за перепись. Вот видите как, 2010 год. Да, это 2010 год. И также есть такая же фотография, где Новика мне её вручает. Это у нас 80 лет. Это у нас, это у нас вот что, знак города Артёма. Вот. Герб и знак. Да, это знак города Артёма, и вот мне его вручали, вот этот знак. Ну, вот так. Вы сегодня, получается, 80 лет ожидается юбилейным памятным знаком. Ну, тогда, это он. Квад развития Артёмовского городского урока. 18-й год. Замечательно. Приятно? Ну, не то слово. Это? Это у меня за... А, это тоже знак, который был в 75 лет городу Артёму. Вот уже медаль. Ну, такая, да. Вот, да, такая медаль. Так, спирт, что у вас в этой фотографии? Ну, ещё есть у меня другие медали. Есть медали ещё за трудовой доблесть, они где-то лежат в другом месте. Я найду. Ну, это я вот со своей мамой. Первоклассница Валентина. В Арсеньеве? Да, под Арсеньевом. Конечно, я же там училась. Вот такая у меня, оказывается, я была белоголовая. Такая была белоголовая. Это потом я поступила в Арсеньевский техникум, в Приморский авиационный техникум отделения аппаратуры автоматики и телемеханики. После, когда я его окончила, приехала в цех ТАИ тепловой автоматики здесь на Артёмовскую ТЭЦ. Это вот мы, если интересно, то я вот она. Ух ты, какая красавица. Скажите, а вот почему вы выбрали такую мужскую специальность, автоматика? Я сейчас вам скажу. Вообще-то моя мечта, всю жизнь мою, всю жизнь мечта была учителем быть. Я сейчас захожу с благоговением школы. Я к учителям отношусь с благоговением. Хотя, я знаю, это уже не та школа, которая была у нас. Это уже не то. И родители не те. Ну, надо было ехать в Уссурийск. Мама сказала, такой, да. А у нас была, ну, восьмилетка. Надо было или куда-то ехать, десять. Нет. А техникум был в Арсеньеве. И тогда только начинался это вот, там было, ну, именно это отделение автоматики и телемеханики. Вот и все. Вот почему главное, почему. Ну, наверное, для отличицы познать автоматику и механику было не так сложно? Нет, конечно. Нет, ну, всякое бывало. Всякое бывало. Вот такая вот история. Так, это вот, я так поняла, вы где-то... Это мы, ну, как мы, это же мы раздаем кашу, а может, блины. Нет, это кашу. Кашу. Может, потом на Масленицу и блины раздаем. Вот они. Да, 5 мая, потому что Георгийская. Да, да, это мы тоже. А, это мы здесь, вот у нас чествовали от членов нашего женсовета. И в прошлом году было 80 лет. Это мы просто чествовали. Что я просто весь женс... Ну, не весь, ну, кого-то здесь нет. Валентина Ивановна, с чем связана вот эта ваша фотография? С чем связана? Это, знаете, ну, было очень хорошее настроение. Знаете где? Это был у нас день энергетики. Мы в нашем Доме культуры здесь отмечали. Ну, как бы... И застоли было, и концерт был, все. И у меня было настроение, хоть очень хорошее. И вот мне так вот, как-то так... Это какой год? Ой, я уже забыла какой. Честно говоря, я еще работала. Это приблизительно лет, может быть, 15 или 18 назад. Или 20. Вот так. Вот так. Так. Мы посмотрели. Это фотографии, да, вот переписи. Это учеба учащих, у этих заведующих в 2010 году. Заведующие, это со всего Артемовского городского округа. Это учеба по переписи. Вот за то, что вы получили... За нее вы получили медаль? Да, медаль потом получила, да. Хорошо. У вас, цельная папочка, есть всяких наград. Давайте... Грамот вернее. Грамот есть, ага. Сейчас я покажу вам. Грамот у меня тоже много. Очень много. 76-й год. Консомолка. Это вот вы ездили, были... Да. Делегатом, скажем. Это делегация Приморского края. Среди них вот я тоже. Это вот я... Вот это я вообще горжусь как медалью, честно сказать. Самая главная награда? Ну, главное не главное, но вот так. Даже я тут записала, кто-то с нами фотографировался, генерал Белобородько, Борис Логутин, первый секретарь Грузии. И вот вы такая блондиночка, да? Вы же? Я такая блондиночка. 76-й год. Так что вот это то, чем я как бы вот горжусь, честно говоря. И качество это такое хорошее фотография? Ну, конечно, в Кремле. Извините. Програтировали. А вы еще спортом занимались, да? Да. Вы продолжаете заниматься? Ну, сейчас спортом только ходить могу. По студии. Скандинавская... А так вот... Вот, кстати говоря, когда я... У меня там есть, что вот я когда закончила, поступила техникум, окончила техникум, поступила вот в цех тепловой автоматики. Вот я тут ремонтирую приборы. Это вот... Вот здесь у нас на Артемовской ТЭЦ. Вот это я ремонтирую приборы. Ну, это я же, кстати, в Красной Косынке эту. Молодая водительная. Да. Потом я еще работала... Лет 20, да? Ну, я не знаю. Ну, верно, может быть, молодая совсем. Вот приблизится такая. Тут вообще... А, тут написано, какой год? 67-й. Жаль, что в то время не было конкурса красоты. Вы, наверное... Ну, конечно, конечно, да. Заняли бы одно из трех мест. Обратите внимание, была мода вот эти вот халы. Да, да, да. А, потом я еще была вот командир санитарной дружины. У нас на Артемовской ТЭЦ. Было раньше... Вот она, я сдаю тут заданием. Было раньше же на каждом предприятии. Было очень много 20 с чем-то этих санитарных дружин, которые соревновались. Это мы на соревнованиях. Вот. Таскали на стилке, перевязывали, перейты. Что-то мы не делали. Вот, ну все, а спортом, да. Спортами занимаюсь. Каким спортом вы занимались? Это я когда-то занималась спортом. Это еще по молодости. А уже есть другие фотографии. Нет, это ядро. 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 Обратите внимание, сколько килограмм написано? Вот, кстати, наша девочка. Правда, тут рука эта. Кому штрафует это дело? 24 килограмма. Ну, это не скажу, что я сама это подняла. Я просто удержала. Тут я уже должна сознаться в этом. Ну ладно, пусть это будет маленькая такая. Ой, это еще комсомольский, значит, билет. Покажите комсомольский, как. Комсомольский билет. Вы что? Как это вы делаете? Я вам покажу этот. Вот он, комсомольский мой билет. По решению бюро Артемовского ГК ВЛКСМ номер 25 от 12, 11, 16 года за активную работу в Комсомоле и в связи со снятием с учета по возрасту поставить товарища Гевелёка Валентина Ивановна комсомольский билет на память. Очень много. Это вот, например, благодарности тролика. Законное собрание. Законное собрание, да. Александр Иванович Ревелёк. Да, и много здесь. Это. И отквона. Миша Васильевич. Вот, кстати говоря, вот там, где я участвовала, нам года не беда, вот эту мне грамоту дали. Ну вот, тоже посмотрите, как она написана. Сейчас я вам скажу. Новиков, где нам года не... Ой, да что-то такое, руки у меня не работают. Вы умыли, что ли? И года не беда, коль душа молода. Самая обаятельная. В номинации. Самая обаятельная женщина. Валентина Ивановна, спасибо. Вы такая вот обаятельная, интересная, с огоньком. Больше позитива, больше задора пусть будет у каждого. Ну, конечно, всем здоровья, удачи. Ну, и чтобы не забывали, не забывали их ни дети, у кого дети, ни они родители. Ну, в общем, всего самого хорошего и доброго для всех. Спасибо. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok